Так, ну что, всем привет, по БРМ мы сделаем обзор рынка криптолюд, по большому счету я уже обсудил, в целом завтра будут видосы по поводу битка, по поводу остальных монет, по поводу альцезона, вот, поэтому завтра будут видосики там с 8 утра и до, получается, сколько у нас, до 8 вечера, то есть 12 часов они там будут, ну 4 видоса выйдет, вот, поэтому на данном этапе выше 50 тысяч мы не закрепились, как вы видите, здесь мы уперлись опять же таки 50, сколько у нас там, 50, 151, ну и соответственно у нас было, уровень у меня проведен был уже давно 50, 152, вот, по остальным монетам по эферу получили пока что откат, сильно не падаем, по остальным монетам плюс-минус ситуация аналогичная, поэтому либо, соответственно, откатываемся, либо, ну вот, единственное у нас там по йоте небольшой подъем пошел на те же там 40-50%, ну по йоте я бы держал бы дальше, если кому-то достаточно, опять же таки, профит, ну, можно, конечно, частично фиксироваться, но я все-таки подержал бы, потому что тут еще лететь и лететь, и мы легко улетаем на стопах, и почему бы не додержать еще там те же 50-40%, вот, ну а там уже решать, конечно, вам, если хотите зафиксироваться, можете это делать, вот, там по аде то же самое, сейчас бы я вообще не лез, потому что, ну, кому делать нечего, можете залетать на хаях, как по той же Солане, да, там и так далее, кто там ждет ее по 200 долларов, ну окей, ждите, можете залетать на хаях прям сейчас, хоть на всю котлету, вот, по поводу остальных монет в целом смотримся довольно-таки неплохо, я по поводу там некоторых монет отписывал сегодня в закрытом клубе, какие можно купить, какие нет, вот, поэтому такие в целом дела, если кто хочет присоединиться, можете в личку мне написать по поводу там остальных монет того же Шиба, пока что, видите, валимся, ну, то есть по некоторым монетам валимся, по некоторым восстанавливаемся, поэтому, что там еще по ИЦП у меня спрашивали, в принципе, ну, если вы хотите в долгосрок, то можно, но опять же таки, учитывайте, что роста по ней придется ждать, скорее всего, ни один и не два месяца, вот и все вот, ну, а по остальным монетам еще что там, по ВЭТу спрашивали, по ВЭТу на данном этапе, если и закупаться, то в долгосрок на данном промежутке, ну, а ждать там какой-то бешеной, бешеных ХИКСов, ну, она вернется к тем же отметкам, это порядка 70%, но в целом, не знаю, я бы ее для спекуляции не брал, это, ну, как бы выбор каждого, по СЛП еще спрашивали, ну, по СЛП пришли к тем же уровням, если хотите в долгосрок закупить, в принципе, можно, но учитывайте, что сейчас рискованно, вот, L5 тоже Горискейл накапливает данную монетку, ну, волатильности, как таковой, по ней нету, но в целом, смотрится неплохо, вот, если есть еще какие-то вопросы, либо там по монетам фонда Горискейл, либо еще что-то, вот, можете написать в комментах, поэтому, что там еще Лайткоин, у нас Лайткоин тоже отлично смотрится, вот, поэтому, что еще там, по Доге у меня спрашивали, там много новостей вышло, но если хотите рискнуть, побаловаться, чисто я, Доге сейчас не понимаю, у него какой-то непонятный график, то есть, да, мы закрепились выше этого уровня, но на данном этапе я не вижу каких-то нормальных тут телодвижений, какой-то нормальной картинки, потому что сначала мы тут ушли на коррекцию, ну, видите, движения какие-то непонятные, то есть, мне вот это, ну, мне такое не нравится, потому что вот здесь было адекватно, тут было понятно, вот, вот здесь тоже самое было более-менее, а сейчас, ну, такое себе, если хотите закупиться, побаловаться, ну, не более от 1 до 3 процентов депозита, вот и все, вот, по поводу Триона, там движение небольшое пошло, если хотите, если и закупаться, то исключительно в долгий срок на данном этапе, в средний срок, я не жду по ней, там, какой-то сверхприбыль, и все может быть, конечно, это ваше право, если хотите, там, закупаться, но я у него здесь сейчас не собираюсь, вот, по Матику то же самое, находимся почти в хаях, поэтому такие дела, ну, по остальным монеткам плюс-минус, что там еще, XRP у нас, XRP, Qtum, в целом, на данном этапе ждем восстановления по остальным монетам, ну, то есть, надо ждать, поэтому сидеть вот этому солить, я обзоры рынка криптолюд даже уже последние 2 дня не делал, потому что мы топчемся на месте, и обсуждать особо-то и нечего, вот, ну, а просто лить воду, что, типа, вот мы там стоим на месте, давайте ждать роста, вот мы стоим на месте, давайте ждать роста, ну, сейчас хотя бы более-менее телодвижение, там, на 50 тысяч пытаемся закрепиться, вот, поэтому ждем ближайшие 2-3 дня развязки данной ситуации, либо мы падаем, соответственно, ниже сайка 6 тысяч, и потом ключевая отметка 45, ну, это завтра видос выйдет, поэтому глянете более подробно, я там рассказал, что я жду, вот, либо, соответственно, закрепляемся за 50 тысяч, ну, и потом дальнейшая цена, и вы увидите завтра видос будет по битку, поэтому более подробно я там все разжевал и рассказал, и по поводу альсезона в том числе, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока, надеюсь, обзор помог кому-то и натолкнул на какие-то мысли, если нужны были более подробные рекомендации, можете в закрытый клуб и соединяться, ссылка в описании, либо можете написать в личку в телеге.